Сказочные шуты, мультяшные персонажи и даже королева. Красочным костюмированным балом на льду на Ринмарце встретили старый Новый год. В Льдовом дворце труд на коньках можно было встретить и снежную королеву, и знаменитого Зоро, и даже черепашку-ниндзя. В общем, фантазировать над собственным образом никто не запрещал. Да и умение стоять на льду тоже не проверяли. Мой коллега по студии тоже вышел на лед, правда, без костюма и коньков, но сделать репортаж о сказочном представлении ему это не помешало. Правда, Олег? Правда, Ирина. Яркий свет, непередаваемое настроение, атмосфера добра. На льду словно новогодняя сказка. На коньках вымышленные персонажи, герои из мультфильмов, фильмов Деда Мороза, Снегурочки, врачи, хоккеисты и даже медведи. Уже можно смело сказать, бал-карнавал для региона теперь традиционный. Словно по волшебству, обычный сеанс катания на льду превращается в сказочное представление. Арена заполняется медведями, моржами, императрицами и даже королями. На костюмированное шоу пришли целыми семьями. В образ сживаются настолько, что, кажется, даже фантазируют с полной серьезностью. Вот все, буду теперь с шашкой, со шпагой размахивать и спасать всех попавших в беду. Те, кто на льду себя чувствует неуверенно, выходят без коньков. При этом все равно, опасаясь за собственное здоровье, придерживаются за опору. Я решила без коньков сегодня. Не позориться окончательно. Если я рухну, я бедные дети. Жалко. Ну вы сегодня переобразились в Снегурочку, да? Нет, Снежная королева. Нет, Снежная королева. Снегурочка мне уже по возрасту не подходит, а королева, наверное, все-таки ближе. Ледовая арена уже традиционно собрала немало политиков и руководителей. Вот начальник регионального управления строительства и ЖКХ Валентина Саутина. Она сегодня в ненецком костюме и на коньках. Директор Невинмарского аэропорта Валерий Остапчук в образе сказочного шута. А глава заболерного района Алексей Михеев, кажется, и вовсе перебутал каток с лыжной трассой. Поэтому старательно пытается оттолкнуться от скользкой поверхности хоккейными клюшками. Главный гость костюмированного шоу появляется в образе хоккеиста. Губернатор ненецкого округа Григошин на лед вышел под десятым номером и сразу же принялся со своими напарниками по форме катать шайбу. Кстати, то он стал сатором проводить Старый Новый год вот таким вот необычным представлением. И, конечно же, раз это праздник, да еще и новогодний, то без главного героя и творца всей сказки не обошлось. Дед Мороз уверенно покорял ледовую гладь наряду со всеми. При этом он признался нам в интервью, что действительно настоящий. Правда ли, там и так и не узнали. У меня заканчивается тур. Сегодня я уезжаю в Великий Устюг, Старый Новый год. Свою миссию я выполнил. Праздники пришли удачно. Округ отпраздновал все на высший бал. Осталось пожелать только жителям благополучия и счастья в Новом году. Балмаскарад длился почти два часа. Его надолго запомнят все, кто принимал в нем участие. Живая музыка, яркий свет, новогоднее настроение и неподдельная улыбка. Это не последняя страница сказки, а всего лишь ее первая часть. Поздравляю всех с Новым годом! Олег Котанзейский, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Олег, признавайся, ты что не умеешь кататься? Почему стендап на коньках не сделал? Да ну как тебе сказать, просто последний опыт был не самым удачным. Запись пошла, мои ноги были уже в воздухе. Ну ты понимаешь. Будь осторожнее. У нас далее.